МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите АйТи-Ньюс. Я ведущая Гаухаржа Могулова. Здравствуйте! Традиционный конкурс талантов «АйТи-Старс» прошел 11 сентября. Цель данного мероприятия – дать возможность первокурсникам показать себя, посмотреть на других и просто обзавестись новыми законствами. О том, чем удивили участники этого года, расскажут Дилара Толыбаева и Алина Смирнова. Итак, мы уже в зале, и, как видите, конкурс уже начался. На сцене уже начинают выступать участники, зрители смотрят, все волнуются, жюри наблюдают и хотят выбрать самые лучшие таланты для грядущих мероприятий нашего университета. В состав жюри конкурса вошли известные таланты АйТи-Университета – Куджан Айгажаев, певцы Фарух Куртубаев и Мерике Дусипов, Ержан Каратаев, президент студенческого правительства Батархан Тайкен, а также министр социального развития Яна Коржова. Выступление очень понравилось, молодцы ребята. В этом году у нас очень много желающих выступить, проявить себя, показать свои таланты. Ребята не только пели, танцевали и играли на гитаре, но и показали навыки актерского мастерства. Взорвали зал номера Ильяса Жолдозбаева и Шерзода Сатарула. Откуда вы узнали об АйТи-Старсе, почему вы вообще решили поучаствовать? Я как-то в лифте ехал и там увидел вот эту вот надпись, ну и мне захотелось показать свои таланты, на что я способен. Ну, думаю, меня оценили по достоинству. После того, как все номера были представлены, жюри огласило свое решение и выбрало шесть лучших номеров, которые мы увидим уже на ближайшем концерте 18 сентября. С вами были Дилара Тулыбаева и Алина Смирнова, специально для IT News. Студенты IT-университета участвовали в конкурсе на право получения стипендий. Подробнее об этом расскажет Айдана Мукашева. 11 сентября в студиях IT-университета прошел конкурс на стипендию первого президента литернации. Вот уже несколько лет фонд проводит конкурс по всему Казахстану. В этом году учащимся IT-университета во второй раз выпала возможность выиграть стипендию и получить возможность получения дополнительного денежного поощрения. Фонд первого президента, стипендия, желающих в университете у нас было очень много. Ученый совет выбрал наиболее активных. Все они имеют не менее 3,7. Теперь они имеют право подавать, согласно выписке ученого совета, фонд первого президента на стипендию, которая будет составлять около 30 тысяч литер в месяц в течение года они будут получать. Что ж, первый тур прошел и 7 лучших студентов были отобраны на дальнейшее участие в конкурсе. Я впервые участвую в конкурсе на стипендию от фонда первого президента. И для меня это большая честь, что мою кандидатуру выделили, приняли на ученом совете. Я надеюсь, что это поможет мне в дальнейшем развиваться профессионально. Второй тур конкурса начинается с 15 сентября. Все, кто прошли первый этап, могут подавать документы и готовиться к собеседованию. И пока наши таланты с нетерпением ждут следующего тура, мы можем пожелать им удачи. Айдана Мукашева, Архипов Роман, специально для IT News. Жаскэп открывает двери. Объявлена регистрация на четвертую ежегодную неконференцию Жаскэп 2013. 19 и 20 октября соберутся самые активные представители молодежи Казахстана. Студенты и школьники обменяются идеями, посетят мастер-классы и объединятся для решения важных социальных проблем. Об этом подробнее расскажет Асель Абдрахан. В 2012 году в IT-университете прошел третий по счету Жаскэп. В течение двух дней представители молодежи Казахстана обсуждали проблемы наркомании, коррупции в вузах, политику и многое другое. С авторскими мастер-классами наш университет посетили режиссер Ермик Турсунов и кинокритик Олег Борецкий. Также была принята важная для страны концепция молодежной политики. Именно после Жаскэп 2012, согласно пожеланиям обычных студентов, были изменены многие пункты документа. По словам координатора Оргкомитета проекта Ирины Медниковой, в программе Жаскэп 2013 ожидаются новые социально значимые направления. Мы будем фокусироваться на законодательных инициативах, как делали раньше. Мы немного расширили линейку предложений, так скажем. То есть, среди наших тем в этом году четыре блока лидерства, интернет и новые медиа, бизнес и искусство. В октябре Жаскэперы познакомятся с гостями из Польши, Германии, России, Кыргызстана и Украины. Мастер-классы и встречи со спикерами будут посвящены популярным сегодня темам бизнеса, политики, спорта и кино. Хотим напомнить, что прием заявок на участие в Жаскэп 2013 уже открыт. Механизм регистрации в проекте совсем прост, в особенности для наших IT-менов. Достаточно зайти на сайт jascam.kz, указать основные данные о себе и своей деятельности. И теперь вы в числе активной молодежи страны. На этом у меня все. Следите за нашими новостями на сайте aitu.kz. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!